Привет, друзья! Меня часто спрашивают, почему возникают проблемы с засыпанием. Я думаю, вот почему. Потому что засыпание требует перехода через нулевое состояние. Потому что засыпание не происходит либо по физиологическим причинам, там шея, кровоток нарушен и так далее, либо какая-то висящая проблема. А висящая проблема, она бывает противоречивая. Например, как быть честным и одновременно богатым. Ну и вот пока ты там мучаешься решить этот вопрос, ты все время находишься на волне подъема напряжения, потому что там быстрее прокручиваются напряги напряжения, пока ты там не завис, прокручиваются поиски решения. Вот эти напряжения, они связаны с биоритмикой. И поэтому ты вот, например, засыпаешь и никак застуть не можешь, потому что ты ждешь детей своих, которые должны самолетом пролететь, и ты думаешь, не случится ли катастрофа, не дай бог. Или ты думаешь, как им зарабатывать для того, чтобы оставаться благородными и честными, и в то же время иметь средства на жизнь. Ну, к примеру, у разных людей по-разному. Так вот, поэтому нужно научиться обнуляться, поэтому нужно выходить на нулевое состояние путем подбора действий синхронных к текущему состоянию в моменте, и тем самым тренироваться и вырабатывать навык. Что бы ни случилось, ты сразу можешь выйти на нулевое состояние, а через это в сонное состояние. И что интересно, я вам сейчас скажу самое главное. Ты не можешь заснуть, поскольку вопрос противоречивый, и поэтому происходит зависание, потому что в ноль ты не переходишь, потому что нет момента безмятежности. И ты поэтому все время качаешься на волнах, ты пытаешься заснуть, опять просыпаешься, потому что все время решаешь вопрос, актуальный для тебя. Но когда ты его решаешь, происходит озарение, ощущение, ну вот решил, потому что напряжение падает, удовлетворение, вот и решил вопрос. Поэтому мы положили вот эту технологию озарения по заказу, вот этот ответ на вопрос, почему люди нуждаются в поддержке при засыпании, вот я сейчас и объясняю, либо вы делаете снятие нервно-мышечных зажимов, вот эти вот приемы, узелки на память, или ушки разминаете, и одновременно делаете массажечек точек наиболее болезненных для кровотока мозга, это для физиологии, а для психологии настраивайтесь, что вы решите вопрос, что вы не можете заснуть, потому что вы все время подсознательно его решаете, потому что вы ищете место инстинктивно, куда конкретную задачу поставить в вашей внутренней подсознательной целостной картине мира, чтобы включился опыт, пошел поток ассоциаций, вы вдруг почувствовали озарение по заказу, и обрадовались, и заснули. Так я вам хочу сказать, я придумал, например, вот у меня была противоречивая задача, это пример, как мне сохранить мой бесплатный канал, чтобы помогать всем, кому нужно, всем, 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 и в то же время, чтобы заработать деньги для школы. Вот противоречивая задача. Я вот решал, решал, качался на волне напряжения, расслабления, через нулевой переход, через нулевой переход, и меня озарило. У меня останется бесплатный канал, где помощь может получить каждый. А параллельно, независимо от этого, не портя себе лицо, не портя себе свой имидж, заработанный годами, я делаю коммерческую, мне поможет миллиардер сделать коммерческий канал, где будут только миллионеры. И вот что интересно. Я однажды занимался обучением у одного миллиардера, курсы были, я у него занимался обучением методу ключа для групп. И они там, ну их сотни, сотни из разных городов туда приезжали, такие взносы платили и так далее. Я потом понял, почему они туда приезжают. Не для того, чтобы чему-то научиться, а в большинстве своем, чтобы познакомиться через этого миллиардера и выйти на его круг общения. Вот вы представляете, какая решительница, да? Потому что человеку хочется к чему-то прислониться более надежным, безопасным и так далее. Дающему перспективу. Я это понял. И теперь поэтому все, кто на бесплатных моих ликбезах, ради Бога, берите, пользуйтесь. А коммерческий канал, он для того, и во-вторых, во-вторых, я через него вас могу познакомить с очень известными бизнесменами. По теории лифта, как я однажды сделал, когда познакомил очень много людей между собой. Когда я с Натальей Вилькиной, я ей рассказал актрисе нашей, известной, эту теорию лифта. Она так заинтересовалась. Я познакомился тогда и с Михаилом Ульяновым, я познакомился с Ангилаем Шенгилаем, с Алядной Шенгилаем. Я познакомился с Людмилой Касаткиной и познакомился с Валентином. Ну, короче говоря, с Зыкиной я познакомился, но мы дружили. Я с очень многими людьми познакомился, а через меня они знакомились. Очень интересная история. В общем, я потом расскажу, когда все дело будет.